Доброго времени суток, дамы и господа! Несмотря на то, что в дополнении Dragonflight у нас не будет усилений персонажа, как это было, например, в дополнении Battle for Azeroth, Legion, Shadowlands, Covenant, Artifact, Азериточки с Некой, у нас имеются другие различные механики. Полёты на драконах увлекательные, динамичные. У нас имеется система профессий, полностью переделанная. И вот именно о профессиях мы сегодня поговорим. Окно профессий преобразилось. Оно стало больше, оно стало интереснее. То, что было раньше, оно уже ушло. Теперь у нас новая, можно сказать, игра в плане профессий. Также там имеются различные заказы, но это уже тема другого видео. Само собой, в тот момент, когда выйдет Dragonflight, и нам нужно будет качать профессию, навык будет единичный. Наша задача — развить навык до сотни, чтобы можно было делать реально классные, полезные вещицы, которые можно надеть и чувствовать себя в игре в целом неплохо. Разумеется, на этом нужны реагенты. Разумеется, имеются крафты более лёгкие, которые подведут нас к максимальному навыку. И давайте перейдём на сайт Woffhead. Там имеются абсолютно все гайдики, абсолютно по всем профессиям. Сколько нужно потратить какой там руды, например. Где какой рецепт изучить для того, чтобы поднять навык. Очень интересная информация, я хочу её глянуть вместе с вами. Dragonflight Professional Leveling Guides. Гайд по левелингу драгонфлайтовских профессий. Имеется в виду в плане её прокачки. Также нас тут предупреждают, что многие крафты, которые начинаются примерно на навыке 50, они уже будут довольно-таки сложные. И процесс будет медленный, профессия будет качаться медленно. Далее, кликнув абсолютно по любой интересующей нас иконке, по любой интересующей нас кнопке, мы перейдём на страницу той профессии, на которую мы кликнем. В моём случае, например, глянем кузнечное дело. Сколько нам вообще потребуется ресурсов с целью того, чтобы всё это дело выкачать. Смотрим, смотрим, листаем. Окей. С первого по 50-й 122 флюкса, 148 руды, 84 руды, ещё 100 руды, 25 земельки, 25 огня. Хорошо. Также расписано то, что с первого по четвёртый навык мы делаем Blacksmith Hammer, тратим определённое количество ресурсов, далее с 4 по 7 другой крафт. Так, идём, 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 идём потихоньку. Также можно с первого по 50-й качать на оружиях и инструментах, то есть кому как нравится или что будет полезнее в итоге. А можно даже и миксануть, почему бы и нет, наверное. Далее с 50-го по 100-й оптимальный путь прокачки кузнечного дела. Нам потребуется 2000 серевитовой руды с целью того, чтобы прокачать последние 50 навыков. Также потребуется 4500 митл. Это, конечно, интересно всё. А ресурс-то откуда брать? Копать придётся, что ли? Покупать на ауке? Обалдеть, конечно. Ну что ж, будем развивать профессию. Всё-таки Dragonflight, дополнение само по себе, оно строится на драконах и профессиях. Это прям основная фишечка Blizzard, которую они преподнесли, вот то, что мы вам это даём, и вы прям кайфанёте от этого. Посмотрим на самом деле, кайфанём или же не особо. Также имеется альтернативный путь раскачки с 50-го по 100-й. Weapons and Tools. Окей, хорошо. Само собой, я предлагаю поступить так же, как мы делали в обновлении 9.2, в тот момент, когда стартал Зерит Мортис, и мы тогда крафтили легендарки друг к другу. Если интересно, обмениваться крафтами будет на популярных серверах, по типу Гордуни, Ревущий Фьорд, иные сервера, окей, почему бы и нет, то приглашаю вас в свой Дискорд, в ПВЕ-канал, типа там, я кузнец сотым навыком крафчу жёсткие вещи. Что-нибудь такое, я думаю, придумаем. Само собой, это будет не в первый день, возможно, и не в первую неделю, но, как говорится, поживём, увидим. Все гайдики есть на прокачку профессии, ссылочку само собой оставлю в описании. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!